Здравствуйте! В эфире программа «По существу» с вами Татьяна Трофимова. В начале года стала уже традицией подводить итоги в различных ведомствах. И сегодня у нас в гостях исполняющие обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике Анвар Фаритович Закиров. Здравствуйте, Анвар Фаритович! Добрый день! Расскажите нам, с какими результатами служба судебных приставов в Чувашии закончила 2018 год? 2018 год для службы судебных приставов в Чувашской республике ознаменовался продолжением роста поступления исполнительных документов на исполнение. было возбуждено в 2018 году на 9% больше исполнительных производств, чем в предыдущий период. И эта тенденция, она характерна для последних нескольких лет. Соответственно, это продолжается и в 2019 году. Всего службы судебных приставов было взыскано за 2018 год 6,5 миллиардов рублей. Или в пересчете на одного пристава-исполнителя было взыскано почти 22 миллиона каждым работником службы судебных приставов. Это большая, да? Это достаточно внушительная сумма? Это достаточно внушительная сумма. Тем не менее, есть еще над чем работать, есть куда развиваться. В настоящее время у нас развиваются электронные документы оборот безбумажные, с органами, которые выдают исполнительные документы, с банками, с кредитными учреждениями. Поэтому мы будем надеяться, что эта сумма, которая взыскивается приставами-исполнителями, будет расти. Но электронный документ оборот, наверное, он сам по себе как-то ускоряет процессы и тоже дает какие-то определенные результаты? Конечно. Процессы ускоряются значительные в разы. Во-первых, оптимизируется нагрузка на сотрудников службы судебных приставов, связанная с регистрацией документов, с возбуждением документов, с возбуждением производства, с направлением запросов, ответов. То есть это оптимизация нагрузки, оптимизация затрат на бумажное отправление этой почтовой корреспонденции. Это существенное подспорье для того, чтобы можно было развиваться и двигаться дальше. И служба судебных приставов, она всегда уделяла большое внимание взысканию алиментов, должников. Как с этим вопросом у нас обстоят дела сейчас в республике? Повышенное внимание этой категории исполнительных производств продолжает уделяться. Отрадно отметить, что за истекший год количество исполнительных производств, находившихся на исполнении в работе у приставов-исполнителей, также снизилось в порядке 3%. Значит, количество этих исполнительных производств составило чуть более 7 тысяч производств. Это показатель планомерной качественной работы с производствами и с должниками, которые проводятся в управлении Пучевашской республики. Здесь нагрузка у приставов-исполнителей по алиментам достаточно хорошая, для того, чтобы можно было качественно отработать каждого должника. Принимаются меры по привлечению должников к административной ответственности. Так, за 2018 год было привлечено к административной ответственности порядка полутора тысяч должников за уклонение от уплаты алиментов. К уголовной ответственности также было привлечено порядка 700 должников. Значит, возбуждались уголовные дела, направлялись в суды, рассматривались. Эта работа продолжается планомерно. Эти показатели, которые я озвучил, они лучше, чем были в 2017 году. И, в принципе, начало 2019 года тоже показывает неплохую положительную динамику. И мы уже идем в плюсе по сравнению с 2018 годом. То есть, эта работа продолжается. Кого больше среди должников? Мужчина или женщина? Или мы не можем говорить? Как правило, должники по алиментам – это мужчины. Как правило, это мужчины 30-40 лет. Женщины, к сожалению, тоже бывают должниками по алиментам. В республике Чуваша таких должниц по алиментам порядка 9%. От 7 тысяч исполнительных производств. Как правило, это категория должников, которые, может быть, неофициально трудоустроены, а какие-то плохие отношения со своими бывшими супругами ведут либо асоциальный образ жизни, либо неофициальную работу на заработки ездят в разные периоды года за пределы республики. Поэтому судебному приставу исполнителю приходится постоянно и очень внимательно с каждым из этих должников работать для того, чтобы увидеть его, напомнить ему о том, что у него есть дети, предупредить его об уголовной ответственности, об административной ответственности, привлечь к этой ответственности. Это такая достаточно кропотливая, планомерная, сложная работа. На ваш взгляд, есть ли такая категория должников, которые точно не смогут заплатить? Это могут быть малоимущие люди, которые, может быть, не работают, бывают даже без определенного места жительства. И много ли этих людей? Как правило, это должники, которые ведут асоциальный образ жизни. Ну, порядка каждого третьего, наверное, должника – это как раз вот такие люди. Но, тем не менее, службы судебных приставов руки не опускают. Мы их привлекаем к административной ответственности. В качестве наказания мы назначаем обязательные работы. Как правило, мы и контролируем впоследствии эти обязательные работы. Поэтому эта работа продолжается. И результатом этой работы стало то, что мы взыскали порядка 175 миллионов рублей по алиментам. То есть за обязательные работы платят должнику зарплату тоже, да? С этой зарплаты он выплачивает свой? Он отрабатывает обязательные работы. Там, к сожалению, не удерживаются алименты. Но, тем не менее, должник становится на путь исправления. Ему вручаются уведомления для направления в Центр труда и занятости. И мы принимаем все меры для того, чтобы он трудоустроился. То есть это ведет путь к трудоустройству такой? Да. Замечательно. А эффективна ли, на ваш взгляд, такая мера принудительное исполнение, как временное ограничение должников в специальных правах? Это, наверное, одна из самых эффективных мер в борьбе с должниками и с неплатежами алиментов. С учетом того, что у человека есть водительские права. Соответственно, как правило, практически все, кто имеет водительские права, ездят за рулем. Поэтому, когда ограничивают в специальном праве, сразу мы устанавливаем, если человек работает, если это его единственный источник дохода, это работа, предоставляют соответствующие документы. В этом случае должник может продолжать работу. Но это очень существенное подспорье. В настоящее время порядка двух тысяч должников ограничено в специальном праве. И это оказывает серьезное влияние на выплату алиментов. Ограничение специальных прав – это ограничение в водительских правах, да? Это ограничение права вождения. Вождение. Так как сейчас почти у каждого жителя республики есть машина, наверное, да, это очень действенная мера. Это очень действенная мера. И из тех должников, у кого есть водительские права, в настоящее время порядка процентов 70, наверное, уже ограничено в этих водительских правах. Но мы продолжаем работу над всеми должниками, кто еще не ограничен в специальном праве, но тем не менее мы уже установили, что водительские права у них есть. Эта работа также продолжается. Анварь Фаритович. В одном из своих выступлений директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Арестов назвал 2019 год годом безопасности судов и территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России. По словам руководителя службы, связано это с тем, что есть случаи минирования судов и отделов судебных приставов, есть даже жертвы среди личного состава. Эта проблема действительно так острая стоит? Эта проблема действительно достаточно острая, потому что безопасность судов, помещение судов, участников судебных заседаний – это одна из важных задач, которая стоит перед службой судебных приставов. Действительно, директором 2019 год обозначен как год обеспечения установленного порядка деятельности судов. В настоящее время мы можем сказать, что по итогам работы за 2018 год каких-то чрезвычайных происшествий не было допущено судебным приставам по ОПДС. Служба идет на достаточно высоком, достойном уровне. Показателем этого является постоянное выявление запрещенных проносов в здании судов предметов. Порядка 170 было выявлено единиц оружия газового и травматического. Поэтому эта работа продолжается. В настоящее время 37 зданий судов, мировых судов обеспечены металлоискателями. Практически все они обеспечены системами видеонаблюдения. Но эту работу, взаимодействуя с судебным департаментом, с учреждениями юстиции в республике, мы в этом году также намерены продолжать и уже обсуждаем следующие шаги в этом направлении. Еще один, наверное, очень больной вопрос для жителей, жителей всей России, это коллекторские агентства. Я знаю, что они относятся к вашему ведомству, тоже вы работаете с ними, с жалобами на них. Как у нас обстоят дела в республике? Много ли жалоб и в связи с чем они в основном связаны? За те два года, как служба судебных приставов обрела новые полномочия в отношении коллекторских организаций, по надзору и контролю за ними, в управление поступило порядка 170 обращений граждан. Количество граждан действительно растет на действия коллекторских агентств, сотрудников коллекторских агентств. У нас в республике зарегистрированы две таких организации и два филиала, организации, которые основным местом регистрации имеют другие регионы. Действительно, жалобы поступают, причем большинство жалоб поступает не от заемщиков, которые непосредственно получали деньги, а от их знакомых, родственников, кого обзванивают сотрудники коллекторских агентств и оказывают психологическое давление, осуществляют выезды по месту жительства и так далее. Каждая жалоба становится предметом детального изучения, разбора. Соответственно, мы ведем реестр этих организаций, мы имеем право их проверять. У нас есть плановые проверки, внеплановые проверки этих организаций. И в случае выявления тех или иных нарушений мы привлекаем их к административной ответственности, составляем протоколы и в судебном порядке уже они привлекаются к административной ответственности. За эти два года наложено штрафов на сумму порядка миллиона рублей, из которых уже полмиллиона взыскано. Но жалобы, к сожалению, продолжают поступать. Уже за январь текущего года 2019 поступило 15 обращений. Мы с ними со всеми работаем. И эта работа также будет продолжена. Независимо от того, находится эта коллекторская организация в республике Чувашия, либо за пределами республики. Поэтому, если жителям Чувашия поступают звонки от работников коллекторских агентств, соответственно, нужно обращаться в управление Федеральной службы судебных приставов с соответствующим обращением, с изложением этих фактов, для того, чтобы мы отреагировали и приняли соответствующие меры. Административные штрафы – это максимальное наказание для коллекторских агентств? А если они прям приезжают, угрожают? Или даже, ну, не знаю, какие-то вот такие прям прям прямые уже контакты, если происходит? Штрафы достаточно серьезные, характерные. Это и 50 тысяч, и 100 тысяч рублей, во-первых. Во-вторых, если работники коллекторских агентств уже, ну, как сказать, пересекают грань дозволенного, да, то, естественно, нужно привлекать внимание и правоохранительных органов, и прокуратуры, и Министерства внутренних дел. И к нам поступают эти обращения вот и через прокуратуру, через Министерство внутренних дел. Ну, эта работа совместно должна продолжаться, но в каждом и в индивидуальном случае надо понимать, какие меры нужно принимать в отношении этих работников. Спасибо, Анна Варфаритович, за подробное разъяснение вопроса. Расскажите теперь, пожалуйста, про задачи на текущий год. На чем будет сделан акцент в этом году? В 2019 году акцент будет сделан на, наверное, традиционные, те же задачи, которые были в 2018 году. Во-первых, это продолжение работы по обеспечению установленного порядка деятельностью судов в соответствии с той задачей, которую поставил директор Федеральной службы судебных приставов. Значит, с точки зрения исполнительного производства, это повышение эффективности принудительного исполнения, отработка каждого исполнительного производства, значит, сведений о наличии имущества у должников с целью увеличения суммы, подлежащей взысканию. Мы должны взыскивать денежные средства, несмотря на объем взыскания, несмотря на категорию исполнительных производств. Понятно, что будет продолжено повышенное внимание уделяться исполнительным производствам по алиментам, исполнительным производствам по взысканию заработной платы. Это действительно проблема, над которой нужно работать, наверное, всем вместе, и нам, и во взаимодействии с органами прокуратуры, Следственного комитета, Гострудинспекция. Также мы уделим повышенное внимание обращениям граждан. К сожалению, у нас происходит рост обращений граждан. В 2018 году это количество обращений выросло на 19%. В связи с этим мы изменили подход к приему граждан. Теперь в каждом подразделении каждый день работает дежурный пристав, который принимает посетителей по наиболее распространенным вопросам. Поэтому мы продолжаем выявлять вот эти болезненные точки и работаем над их устранением для того, чтобы обращения были только по существу и там, где действительно нужно вмешательство вышестоящих организаций. Пожелаем вам удачи в вашем нелегком труде. На этом у нас все. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова